А что вы делаете с перегородками грецких орехов? Вы знаете о лечебных свойствах не только ядер грецких орехов, но и внутренних перегородок? Рассказать, как можно использовать перегородки грецких орехов? Смотрите видео до конца и узнаете, в чем сила перегородок грецких орехов. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Грецкие орехи – просто целая аптека, подаренная природой. Орехи оказывают положительное воздействие на весь организм, улучшают работу сердца и кишечника, стимулируют метаболизм, борются с гормональной дисфункцией. Но полезными свойствами обладают не только сами ядрышки орехов, еще достаточно активны внутренние перегородки, из которых можно приготовить лекарства для желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и сердца, и повышение общего тонуса. Просто не надо выбрасывать полезное сырье, а подсушивать перегородки и складывать в емкость, чтобы при необходимости приготовить настой, отвар или настойку. Какими полезными свойствами обладают перегородки грецкого ореха? Для организма человека средство на основе перегородок грецких орехов окажет следующее влияние. Устранит дефицит йода, а значит, не будет проблем с щитовидной железой, уменьшаются проявления мастопатии у женщин и простатита у мужчин. Нормализует стул, если возникла диарея на фоне неправильного питания. Окажет противовоспалительное успокаивающее действие на слизистую оболочку желудка и кишечника. Антиоксидантное действие проявляется в ускорении процессов регенерации и замедлении старения. Стабилизирует уровень сахара в крови, нормализует синтез инсулина. Поможет при гормональной дисфункции у женщин, способствует восстановлению цикла и своевременной овуляции. Укрепит суставы за счет положительного воздействия на внутрисуставные структуры. При наружном применении избавит от воспалительных изменений на коже и поможет вернуть пышность и здоровый вид волосам. Таким образом, перегородки орехов оказывают положительное воздействие, являясь стимуляторами метаболизма за счет содержащихся в них минералов и витаминов. Как приготовить лекарство из перегородок орехов? Для того, чтобы средство оказывало лечебное, общеукрепляющее и оздоровительное воздействие, можно приготовить его следующими способами. Первый – отвар. Для приготовления используется примерно 50 грамм перегородок орехов и полтора стакана воды. Сырье следует залить холодной водой, поставить на огонь и дать закипеть, потом подержать на огне в течение 10 минут, давая постепенно подниматься пузырькам со дна кастрюли, потом остудить и принимать поглотку перед едой. Второй – настойка. Готовится на водке, здесь 50 граммов сырья заливают 150 миллилитрами водки. Настойка выдерживается в темном месте в течение трех недель, потом используется по каплям, разведенным в воде. В каких случаях поможет лекарство из перегородок грецких орехов? Вот некоторые примеры применения средства, приготовленного по одному из двух указанных способов. При бессоннице и неврозе следует употреблять по 20 капель настойки три раза в день. Настойка поможет улучшить деятельность сердца, если ее принимать каждое утро натощак примерно по столовой ложке. Окажет положительное воздействие при мастопатии настойка в объеме 15 капель, в небольшом объеме воды. Принимать надо три раза в день, курсом 2 месяца. В помощь волосам и для устранения жирности кожи, особенно волосистой части головы, применяется в сочетании отвар из перегородок и яблочный уксус. Настойка поможет от боли и воспаления при поражении суставов и позвоночника, просто надо 2-3 раза в день втирать ее в нужное место. Повысит иммунитет настойка, употребляемая 2 раза в день по чайной ложке минимум 10 дней. Еще возможно использовать лекарства из перепонок грецких орехов при кашле и простуде, для очистки сосудов, при воспалении и дисфункции половых органов, если замучил конъюнктивит. Возможности у данных средств достаточно, поскольку состав богат полезными веществами. Но есть и противопоказания. Когда не рекомендуется применять перегородки грецких орехов? Не стоит использовать данное сырье при наличии аллергии, поскольку сами орехи могут спровоцировать аллергическую реакцию. Настойки, приготовляемые на алкоголе, противопоказаны детям и подросткам. Не следует провоцировать кожные болезни, которые могут обостриться на фоне данного лечения. Также не надо применять при воспалении слизистой оболочки желудка, гастритии, язвенной болезни в стадии обострения. Если противопоказаний нет, то рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом и собирать перегородки грецких орехов для приготовления целительных напитков.